Новый 87-й театральный сезон открывает драматический театр Тихоокеанского флота. Премьерный спектакль – трагикомедия по пьесе Николая Каледы «Баба Шанель». Его показ трупа готовила еще весной, но тогда планам не суждено было исполниться. Надо сказать, что премьера должна была состояться 27 марта. Спектакль готовился к Международному дню театра. Но, к сожалению, за три дня до премьеры все это накрылось медным тазом, что ли, можно так сказать. Все попали в очень дискомфортные условия. Пандемия внесла свои коррективы, но руководство театра вышло из непростой ситуации, показав зрителю спектакль «Баба Шанель» в эфире местного телеканала. А видеозаписи были переданы на корабли и в воинские части Тихоокеанского флота. Как только был снят режим самоизоляции, артисты выехали на гастроли. И второй показ трагикомедии прошел на Камчатке. Девочки, вы слышали, какие были аплодисменты? Какие аплодисменты вы видели. Зал встал. Весь. Все три ряда. 16 октября в Доме офицеров флота состоится полноправная премьера, так как артисты сыграют на родной сцене. От нового сезона мы ждем какой-то нестандартности, неформальности новых каких-то способов, новых каких-то возможностей общения с нашим любимым зрителем. Мы уже как родственники, разделенные вот этими ограничениями, уже достаточно сильно стали скучать. На открытии сезона театр для своего зрителя подготовил большую праздничную программу. Встречать гостей будут военный духовой оркестр и исторические персонажи разных эпох. Для памятных фотографий создадут фотозоны в театральном стиле, гримерные столики, костюмы, парики. А перед премьерой директор театра и его главный режиссер представят зрителю молодых актеров. Впервые за 25 лет единовременно в трупы было принято 10 человек. Это 10 новых актеров. Это большое пополнение. Это, как у нас в пьесе говорится, я хотел влить новую кровь в коллектив. Вот у нас появилась новая кровь. Новенькие – выпускники актерского факультета Дальневосточного института искусств. Они уже участвуют в постановках, во флотских мероприятиях и параллельно проходят курс молодого бойца. Так как служить они пришли все же в военный театр. Она пришла по объявлению, пришла сегодня ко мне на прослушивание, и у нее оказались удивительные голосовые данные. Впереди у актеров много работы. Новые спектакли, выезды на гастроли и фестивали. Сейчас коллектив готовится еще к одной премьере по пьесе Дударева «Рядовые». Постановку репетировали к юбилею Великой Победы, но по понятным причинам ее перенесли. Теперь сотрудники театра далеко не загадывают и дату выхода пока не называют. Но очень надеются, что расставаться со зрителем вынуждено больше не придется. Алина Черненко, Игорь Болтов, Новости на Восьмом.